Пятибашенный острог, дом воеводы, съезжие изба и различные надворные постройки. Планы по восстановлению древнего города Пустозерска по-настоящему грандиозны. Однако разумность некоторых идей вызвала сомнения у делегации окружной администрации, которая побывала в деревне Устье. Что именно сочли спорным окружные власти, расскажет Дмитрий Щепанов. Там, где когда-то стоял первый русский город за полярным кругом, все заросло бурьяном. Даже островы зданий просто так не отыщешь. Стратегический форпост России на Крайнем Севере канул в лету многие годы назад. Сейчас сюда заглядывают только паломники. Для православных христиан место имеет большое сакральное значение. Да редкие туристы, которые с интересом слушают рассказы о былом величии Заполярного града. Вот здесь стоит, вот это как раз место, где находился старый склад. И вот так и называли старый склад. И это место, где был печал, куда печаливали корабли, в том числе и морские, в том числе и иностранные. Эта церковь – все, что осталось от Пустозерска. Вот только стоит она не в историческом месте. В прошлом веке ее перевезли в деревню Устье, как и многие другие пустозерские дома. С тех пор здание пришло в упадок, и даже гулять рядом с ним стало небезопасно. Аналогичная история с другим памятником – домом Сумароковых, который датируется XIX веком. Впрочем, крестьянское жилище в прошлом году начали реконструировать. Работы ведутся вовсю, на железобетонный фундамент уложат в перемешку бревна от исторической постройки и новодел. То есть постараемся сохранить как можно больше материала, деталей дома. Вы ждете сразу, где новые бревна сюда хватит? Нет, конечно. Вырезаться дни? Понятно. Да, выставляете. Вот только историческая ценность такого объекта – вопрос спорный. По проекту новых бревен будет больше половины. Да и бетонных конструкций в фундаменте крестьянин Сумароков не использовал. Еще больше вопросов вызывают планы по строительству Пустозерского острога. Планировалось, что это будет музей под открытым небом – крепость, воссозданная по технологиям XVI века. Но вот беда – строить в самом Пустозерске нельзя ничего. Это памятник археологии федерального значения. Ну вот, решено было сделать деревню Устье, потому что это все-таки недалеко от Пустозерска. Пустозерск всегда был таким привлекательным объектом. Люди все равно едут. И у нас было такое решение, что все сделать в деревне Устье в некотором удалении от Пустозерска. С позиции исторической – ставить острог в Устье, Шойне или на площади Ленина в Наринмаре – разницы никакой. При этом содержание комплекса в удаленной деревне влетит в копеечку. Да и туристов туда поедет не так много. В связи с этим окружные власти задают вопрос – целесообразно ли содержать восстановленный Пустозерск в 20 километрах от города? Или стоит его немного подвинуть – поближе к туристам и коммунальной инфраструктуре? Ответить на него предстоит финансистам, историкам и, в первую очередь, общественности. Дмитрий Щепанов, Александр Дуркин, Телеканал Север.